всем 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 привет из канады и по началу моего видео вы наверное поняли что мы сегодня с вами пойдем юникло сразу скажу что я живу в канаде поэтому юникло у нас открыто потому что у меня много вопросов где открыты магазины и вот я сразу сообщаю на случай если у кого-то возникнет вопрос давайте начнем с самого простого и самого базового что есть юникло это футболки хлопчат бумажные не очень дорогие за 20 долларов есть они разных цветов разных таких фасонов я бы даже сказала потому что вот они все вроде бы одинаковые а вроде бы и нет вот вроде бы простая футболка но не совсем у нее как-то сделан так особо по особенному рукав не не врезной не вшитый а такой как такой немножко летучая мышь немножко отличается от обычной базовой футболки из нового появились вот эти вот платьица цветочек и это не просто так это какая-то коллаборация новая я раньше такого не встречала вот так она называется пол и джоу джой джой не знаю как правильно произносить стоит она 60 долларов не дешево состав нем стопроцентный хлопок но в нем есть синтетическая подкладка и в следующем видео примерок я покажу вам как она нам не сидит я его взяла примерочную примерить но расцветка симпатичный фасон очень неплохой красивые такие цветочки вот синие с белым и такое белое с желто-зеленым очень симпатичная платьица цены конечно поднялись у нас юникло 60 долларов за такое платье это как бы так по мне так многовато когда-то юникло славилась своими бюджетными ценами но сейчас они как-то вот немножко так изменились льняные рубашки эти рубашки юникло продает каждый год стоят они 40 долларов стопроцентных лен очень приятный тоже взяла в примерочную в следующем видео покажу мне очень она понравилась вот легкостью своей какой-то такой знаете очень приятный приятными ткань приятной ткани лен тоже бывает разный вот в данном случае ли он очень тонкий и очень приятный прошлом году было очень много их цветов этих рубах всех-всех-всех цветов и оттенков они были в этом году немножко раскупили но и изначально их не было так много и вот остались черные коричневые такие серые в общем базовые цвета снова футболки полосатые на этот раз полосатые такие знаете оля французский такой шик очень считается что вот беретка и вот такая полосатая футболка это такая французская мода но на самом деле это нет мы находимся вообще в магазине не клок франции не имеешь никакого отношения просто полосатая футболка тельняшка не тельняшка просто футболка причем тоже видите фасон такой странный не совсем обычный такой вот рукав у нее необычный в этой футболке и отворот на рукаве и они огромные я не стала ее примерять но может в следующий раз не знаю то что я видела размер смол он просто гигантский они очень большие очень-очень оверсайз все те же вот эти вот рубахи тоже они по моему хлопковые есть полоску есть однотонные разные разные вот даже в клеточку это вообще по моему мужская затесалась сюда случайно может быть и нет если честно я не знаю но вот висела в женском отделе может быть случайно кто-то повесил вот различные опять же рубашки футболки все очень базовая просто очень базовая и такое знаете на лето вот такой очень-очень капсула можно сказать такая ну и не клу отличается этим но это и хорошо собственно говоря для этого в не клу мы и ходим за капсулой и за базой вот это новое тоже платье тоже я его взяла в примерочную следующем видео покажу очень красивое платье это тоже коллаборация с брендом сейчас я прочту точно как он называется хана таджима или как-то таджима как-то так вот я не очень не очень тоже знаю как произносить тоже сделано из чистого хлопка платье но опять синтетическая подкладка вот страдает этим не никло конечно это не очень правильные хорошее решение но платье очень красивая красивый яркий желтый цвет красивая очень текстура ткани знаете не рисунок а именно текстура на ткани хороший фасон хорошо сшито в юникло появились вот такие авоськи за 30 долларов вроде бы авоська вроде бы и нет она как бы снаружи авоська внутри вставлена как будто бы другая сумка тоже цветная разноцветная что на самом деле удобно мне вообще понравились эти сумочки такие сильненькие знаете интересные во всяком случае вот как-то так они интересно обыграли обычные авоськи и придали ей какой-то цвет а вот это вот платье на манекене я вам сняла его чтобы вы видели много платья цвете в цветочек ну прям таких когда-то я называла их чайными платьями но они собственно так и называются просто не все их так называют я когда прошлым прошлым летом снимала тоже были было много платьев цветочек в юникло и я их называла чайными платьями девочки все спрашивали что это название такое ну вот так их называют у нас так называют чайное платье вот эти платья в цветочек уж не знаю откуда пошло такое название типа что в нем надо сидеть и пить чай на веранде ну вот как-то так но можно не только чай можно все что угодно в нем пить на самом деле не только сидеть и пить на веранде в нем можно делать все что угодно летнее платье симпатичные расцветки сарафанчики вот этот сарафан я помню что я его примеряла честно говоря жду его на распродаже 40 долларов он стоит хочу еще немножко чтобы упала цена потому что когда его примеряла в прошлый раз мне не в прошлом может быть в один из моих примерок очень мне он понравился в нем есть карманы в нем есть шлейки которые можно регулировать их длину это тоже очень удобно и это такое платье в белевом стиле вот это немножко другое я говорю про то что я показывала до этого очень универсальная красиво такого синего цвета можно его носить куда угодно и с чем угодно и как угодно брюки я почему-то думала что это пижама тоже я взяла примерять очень достойные девочки сразу говорю вот видите есть цвета серая с белым бежевый с белым с белым такой темно-синий с более светлым я не знаю как точно называется эта ткань ну вот видите она такая немножко как будто выжатая они просто находятся рядом с пижамным отделом поэтому я решила стоит пижаму но на самом деле они просто называются легкие женские брюки и действительно это брюки ну вот почему-то видите вот тут вот дальше идут пижамки я как-то решил что это все одним одним отделом висит неимоверное количество пижам всяких пижамных шорт и пижамных брюк которые в принципе могут быть и не пижамные я тоже одну из вот таких вот пижамок взяла в примерочную брюки одним примерить и посмотреть можно ли их использовать как обычные брюки в принципе да ну зависит от расцветки конечно есть там однотонные есть вот такие цветные но в принципе вот такие легкие легкие такие брюки их вполне вполне можно носить и не только дома 20 долларов они стоят и вот это вот совершенно невероятная так красота это тоже как бы пижамные брючки у них стоит они 20 долларов но опять же вы можете их носить и не только как пижама если вы рискнете выйти на улицу в такой вот расцветочки они прям совершенно такие немножко даже детские но вот такие фруктово-овощные очень приятные прям такой компот но есть вот и такой расцветки знаете просто вот цветные брюки очень очень симпатичные расцветки вот как ни странно вот видите здесь даже показано что принципе они для улиц хороши эти брюки необязательны как пижаму носить юникло вообще не отличается яркостью расцветок но вот это вот пижамные или не пижамные просто такие легкие летние брюки у них просто потрясающих красивых цветов они есть однотонные есть вот такие вот цветные цветные мне прям очень нравятся прям такие расцветки прям даже невозможно выбрать если бы я собиралась покупать я даже затруднилась бы в том чтобы выбрать как какие из них лучше всего вот посмотрите очень красивые сиреневые такие с мелким цветочком что такое да такой светлый цветочек меленький такой зеленый серый бежевый но очень красивая расцветка вот эти тоже значит черные они одинаковые в принципе тут то тоже расцветка тот же рисунок только черный с желтым зеленым а те были посветлее вот до сих пор есть вещи как бы зимние весенние наверное то есть вот такой тренч за 80 долларов на селе при том что он стоил 100 сейчас я покажу вам этикетку на этикетке до сих пор он 100 а в принципе он стоит 80 долларов сейчас ну слушайте небольшая разница небольшой ссыл небольшая распродажа если учесть что сейчас в принципе уже как бы лето это вещи такие осенне весенние но при этом лето не лето а пуховые вот эти тоненькие корточки пуховики юникло продают я удивилась если честно я думала что в июне месяце они как-то уже не будут их продавать но не то у них какой-то их избыток произошел причем они не на распродаже они стоят 100 долларов по полной цене не то это они уже готовятся к осени юникло не то летние вещи раскупили поэтому они продают то что у них есть не знаю девочки затрудняюсь сказать мне это странно может быть они их продают круглый год но по-моему нет мне кажется что нет как прошлым летом по моему их не было ну неважно есть и хорошо очень много футболок разных всяких с надписями интересными вот видите здесь такая стилизованная надпись слова love с какой-то смешной там картинкой вообще много смешных картинок вот кстати одна из этих футболок со смешной смешной такой веселенькой картиночкой тут какой-то написаны мы монстры и нарисованы всякие монстры немножко детская но в юникло вы знаете вот продаются такие вещи вот это например футболка такая знаете с таким детским рисуночком они как-то не не особенно париться и продают вот во взрослом отделе такие смешные футболки но в при по моему это такая знаете вот именно культура такая японская они любят какие-то такие детские смешные вещи иногда взрослые носят а вот это вот мне понравилась футболка у нее очень интересная картинка такая спереди стоит на 25 долларов красивые такие цветы и вот она так как так интересно сделано интересно вписано и вот этот тот же самый полон джо и вот здесь вот видите вышивка вышита вот это вот название этой компании это и вот их коллаборация тут же висят этой же этого же бренда юбки этой же коллаборации за 50 долларов стопроцентных лопок сделано они что неплохо и очень очень интересные красивые расцветки в этот раз я не взяла ее в примерочную в следующий раз обязательно возьму просто много в магазине висит поэтому я думаю что я еще успею примерить очень много красивых расцветок видите есть очень ярко-красные есть такие поспокойнее такая зелено-бежевая гамма есть вот эти тоже такие синие голубые тоже очень спокойная такая расцветка есть такие сиреневые сиреневые с синим в общем на разные вкусы на любой на любой вкус и вот тоже такие смешные мачки я честно говоря не поняла это коллаборации или это просто я не клок делает такие тоже детские немножко по-моему это это те же самые платья которые были в начале вот это желто-си зеленая точно вот это еще одна расцветка там были синие желто-зеленый вот это такая сиренево-оранжевая такой платье парашют вот она значит есть такого цвета тоже ну традиционно в юникло очень симпатичные есть маечки вот такие вот знаете такая типа майкл майк алкоголичка потом немножко с кружевной отделкой и на шлейках в общем на тоненьких таких бретели чках маленькие маечки вот это вот такая алкоголичка вот это с кружевом и следующее на очень тонких таких бретельках вы знаете они очень в принципе эти майки они очень в ходу вот у меня у меня есть много вещей одежды которые такие немножко прозрачные полупрозрачные и мне нужно вот что-то вниз пододевать чтобы не видно было белье и я очень-очень часто пользуюсь такими и вот финикло их очень много разные разные разных цветов вот это вообще 5 долларов но это какой-то сэмпл это по-моему потому что она висит на витрине поэтому они как-то и уценили вот что-то такое а так вот видите их стоит она 10 долларов и их много вот есть оранжевые черные белые серые есть бежевые то есть все 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 основные нужные базовые цвета и вот здесь вот они представлены на картинке каких видов они есть эти футболки эти маечки я люблю их я пользуюсь ими ношу у меня много их поэтому они как бы достаточно быстро выходит из строя потому что это такой хлопок который в принципе ну вот постираешь несколько раз ну и как бы они уже становятся не самым лучшим виде ну и затравка на следующее видео девочки примерки не пропустите следующее видео интересные примерки а на сегодня все всем привет из канады люблю целую с вами была ваша дита пока пока бай